Лауреаты самой престижной музыкальной премии России «Золотой граммофон», номинанты премии телеканала РУ-ТВ, создатели и исполнители многих хитов, группа «Интонация» на медиафоруме во Всероссийском детском центре «Смена». Мальчишкам и девчонкам предоставился уникальный шанс почувствовать себя настоящими журналистами и задать любой вопрос Денису Гладкому и Александру Новикову. Интересуют юных журналистов вопросы про съемки в сериале «Молодежка», в котором звучат композиции группы, а еще музыканты играют самих себя. Ты на третий дубль уже как бы погружаешься реально в этот сериал и ты веришь, что этого зовут так, этого так, это уже не Мулин, это уже персонаж, да, то есть и так далее, это уже не Мария Пирогова. То есть ты уже начинаешь в это во все реально верить и все начинает складываться, получаться. Сменовцы задают множество вопросов про название группы «Творчество мечты». По словам музыкантов, источником вдохновения для них является сама жизнь. Также Денис Гладкий и Александр Новиков серьезно подходят к написанию текстов к песням. Я люблю, когда стихи являются стихами, они просто набор слов, из-за чего я не люблю русский рэп, собственно. Когда седьмой этаж как шестой, только на этаж выше у меня такого нету, слава богу. Но просто в нашей стране были такие замечательные поэты, писатели, и мне просто стыдно и не по себе слушать весь этот бред. Мне очень нравится, они крутые вообще, они нам спели, мне очень понравилось, вообще супер. Денис Гладкий и Александр Новиков пожелали мальчишкам и девчонкам постоянно заниматься своим образованием и всегда мечтать. Дорогие наши друзья, юные журналисты, мы вам желаем удачных поисков, интересных материалов и побольше интересных статей, побольше интересных собеседников, интересных тем. У вас все получится, вы сможете все раскрыть и заинтересовать своих читателей. Будьте собой несмотря ни на что и не бойтесь проникать в самые изощренные места и глубинки различных мест, тем и так далее. Вы сами знаете все, мы вас очень любим, ценим вашу работу, поскольку без вашей работы не будет нашей работы. Субтитры сделал DimaTorzok